МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ну ты, главное, не маму, все понял. Вдох-выдох, спинку ровно, смотрим в камеру. Лида, мы в эфире. Всем привет! Вы смотрите нас на национальном телевидении Чуваши и нашу программу «Отдыхай!». И сегодня в студии работает Лида Осипова и... Косаков Кирилл. И тема нашего сегодняшнего эфира – животные. Ну что ж, ты пока беги, запиши на нашей стенке тему, а я пока тебе расскажу, какие животные у меня есть. Вот у меня есть кот Семен. Он рыжего цвета, и что необычного в нем, так это то, что он ест огурцы. И у меня есть также и друг, у которого есть енотики. И я прихожу к нему только, чтобы их погладить. Вот у тебя есть животные? Нет, Лида, у меня нет животных. Потому что это только лишние проблемы. Бедные твои кеды из... И всякое такое. Ты думаешь, животные – ты просто безответственный. Животные – это счастье. И к тому же ты сейчас описал больше кошек и собак. За ними надо больше ухода. А вот я почему бы не рыбки или не попугайчиков каких-нибудь? За ними надо меньше ухаживать. Стоит задуматься. Кстати, дорогие друзья, заходите к нам в наш детский медиа-центр Куча Мала, группа во Вконтакте. И смотрите наш эфир, а также пишите вопросы в чате. И если вы зайдете в нашу группу, лайкните и репостните наш видео, наш эфир, подержи, тогда, секундочку, вы сможете получить вот такие вот вкусняшки для своих питомцев. Мне кажется, каждый питомец, смотрящий телевизор, сейчас улыбнулся. Порадуйте его. Ну что ж, Кирилл, расскажи мне ты. Ты вообще за или против животных? Просто у тебя такая странная позиция в этом вопросе. Если животные ответственны, значит нет. Нет, животные – это да, это радость, это счастье, это новый член семьи. Но, понимаешь, мы немного не так воспринимаем их, мы их не воспринимаем как человека, и поэтому за ними, ну, не так ответственен ты, когда пытаешься за ними ухаживать. Ну, возможно, есть в этом и доля правды. Друзья, хочу рассказать вам о нашей новой традиции в нашем эфире. Наверное, как вы знали, если смотрели уже прошлые наши эфиры, у нас есть новая традиция. Подержи. Мы разыгрываем человека по телефону. Сейчас мы будем разыгрывать. Ну, сейчас вы сами все поймете. Главное, чуть-чуть подождите, пока я найду номер телефона. А мы все будем внимательно слушать. Самая трудная часть достается мне. Я звоню Галине, маме, у Соне. Мы же не воспринимаем как человека, и поэтому за ними... Письма взяла. Не так ответственен ты, когда пытаешься за ними ухаживать. Ну... Это... Скорее всего, мы позвонили не вовремя, потому что... Так, ждем еще 5 секунд, и если она не отвечает, то я сбрасываю. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Лана, так как мы журналисты, у нас есть запасной вариант. Сейчас найдем. А ты мне пока расскажи о рыбках. Вы знаете, рыбы – это подводные обитатели животного мира. Они живут в воде, будто в озере, в реках, в прудах и в океанах. Кстати, а ты считаешь, что рыб за животным или рыб за рыб? Просто животные чаще говорят, что это именно медведь какой-нибудь. Не знаю. Для меня животные, рыбы – это один из видов животных. Ясно. Так, звоним Лене, маме, у Кристины. Я понимаю, что эти именно вам ничего не говорят, но просто, чтобы вы знали, кому и как звоним. Пульс 120 на 120. Я не биолог, так что да. Скорее всего, мы позвонили в Овлево, потому что... Так, ждем еще пять. Расскажи пока еще что-то про рыб, пока мы ждем. Ну, самые популярные рыбы – это акулы. Ну, все люди, наверное, любят больше хищных животных, чем травоядных. Ну, не знаю, не согласна с тобой в этот момент, потому что... Вот что ты выберешь – тигра? У тебя что-то... А, тигра или кошку? Тигра, потому что я мальчик, и нам больше нравятся такие хищные. А вы, девушки, вы спокойны. И поэтому вы скорее выберете какую-то другую рыбу, в отличие от них. Ну, что ж. К сожалению, никто с нами не хочет говорить. Но ничего, мы с тобой вдвоем поговорим сами. Зато у нас уже поступают сообщения в нашем чате в группе ВКонтакте. Знаешь что? Вот мы собирались разыгрывать людей так, что девочка принесла в школу котенка, и был бы скандал, родители в школу. Но на самом деле, если бы у меня в классе был котенок, я бы не устраивала скандала, потому что котят, они же такие милые, смешные. Хотя котенок в нашем классе разряжал бы обстановку от этого всего ОГЭ, ЕГЭ. Он бы бегал с парты на парту, прыгал на нас, мы бы на него... Нет, мы на него не будем прыгать. Прыгал на нас бы, мы бы его гладили. Он бы был таким же смешным, как и наши котята в следующей рубрике. Смотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. И сегодня у нас в гостях руководитель общественной организации помощи бездомным животным, усатый-полосатый Мария Шамбульна. Мария, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Я смотрю, вы пришли к нам не одна, а с котеночком. Расскажите, как она у вас появилась? Ну, это девочка, приблизительный возраст 4 месяца. Ну, как обычно, к нам попадают котятки. Ну, неравнодушные люди обратились, в общем, нашли на улице, обработали, сводили к ветеринару. Но оставить у себя, к сожалению, возможности у них не было по ряду причин. Ну, дабы вот эта красота не прозябала на улице, мы забрали ее к себе на временную передержку до того момента, как найдем ей новых хозяев. А у нее есть имя? Ну, ее зовут Мила. Красивое имя. Согласна. Расскажите, пожалуйста, о вашей организации. Как появилась идея создания этой организации? Ну, к сожалению, не знаю, как надо сказать. Не я создатель организации непосредственно. То есть волонтеры, неравнодушные к судьбе братьев наших меньших, ну, создали организацию, которая занимается, ну, занимается, как бы, помощью в лечении, стерилизации и поиску дома для, в частности, вот для кошек. И информационно мы помогаем, в том числе, как бы, для помощи, для, ну, для поиска хозяев, ну, щенкам, собакам, потому что у нас есть группа ВКонтакте, где каждый неравнодушный гражданин может выложить информацию, пост, то есть о поиске, там, о пристройстве, помощи в лечении или поиска временной передержки для животного, которое он нашел или увидел на улице. Друзья, ребята, ну, не будьте равнодушными, возьмите Милу к себе. Если вы хотите забрать это чудо, пушистый комочек, я не знаю, как его называть, просто солнце, если вы хотите ее забрать к себе, тогда напишите к нам в чат «Хочу котенка», мы с вами свяжемся, отдадим ее. Ну, а если вы не хотите писать нам в чат по каким-то неопределенным причинам, тогда обращайтесь в центр, в... к Марине. Да, в Усатый Полосатый, в нашу организацию, да. Да, в Усатый Полосатый. С котеночком, со взрослой кошечкой, котикам всегда поможем. Да. Вы говорили то, что животные очень часто остаются на улицах, и мы это регулярно видим. Вот почему люди сначала берут к себе домой животных, а потом выгоняют? Ну, наверное, когда человек, ну, это мое мнение, берет к себе вот этот пушистый комочек, который маленький, красивенький, весь такой замечательный, не рассчитывает силы. То есть это же ответственность. Ответственность немаленькая, потому что сейчас он маленький, потом он вырастет. Средняя продолжительность жизни кошки от минимум 10 лет при хорошем ходе до 20, были прецеденты до 25 доживали. То есть считаете, да, такой, то есть полвека практически. То есть сначала, это он сначала маленький такой гривый, потом он растет, как и ребенок, да, становится взрослым котом или кошкой. Неинтересно с ним уже становится. Кому-то, да, кому-то становится неинтересно, у кого-то бывают такие причины, как открывается аллергия, либо, например, вот, если кошка появилась до рождения ребенка, то есть у маленького ребенка, когда появляется в семье, может открыться аллергия, либо переезды. Ну, я не считаю, что это та причина, чтобы животное осталось. У нас спокойно перевезти можно, то есть это же не проблема, да, в другой город, даже в другую страну люди забирают с собой. Наверное, все-таки такая самая главная причина от безответственности, то есть к вопросу нужно подойти ответственно, если уж вы берете к себе котенка, кошку, щенка, даже того же хомячка или кролика, то нужно понимать, что это ответственность. Да, и что вот он будет с вами жить определенное время, будет членом семьи, да. А у вас и сама есть кошки? Ну, у меня лично свой кот есть, конечно, и собака у нас есть. Да, ну, у нас маленькая карликовая такса, а так, в принципе, все вот кошечки, которые находятся на попечении нашей организации, мы их всех считаем своими, потому что мы за ними ухаживаем, мы их лечим, мы ищем новых хозяев, очень тоже ответственно подходя к этому вопросу, что даже вот предлагая, то есть найти дом, вот сейчас котеночку, сразу должны понимать, что нужно обязательно для детей согласие родителей, потому что не всегда и не все члены семьи могут быть согласны. Принять. Да, очень часто бывает такое, что вот у нас бывает, проходят периодически выставки пристрой, то есть котят пристраиваем кошек взрослых, а ребенок приходит, вот он хочет, да, я хочу взять, но мама против, папа, там могут быть бабушка, то есть все члены семьи, с кем проживает человек, даже если берет взрослый человек, они должны быть все согласны, чтобы потом не получилось так, что вот этот вот котенок останется на улице. Останется на улице. А можете рассказать драматическую ситуацию в приюте котенка, как вы его нашли, где нашли? Ну, не про котенка, я расскажу про взрослого кота, вообще таких историй очень много, у нас на это, конечно, не хватит эфирного времени, но одна из таких историй в Новоюжном районе, в прошлом году, в апреле месяце был найден кот, тогда, март-апрель, были холода же. Котик был найден с обморожением лап, ушей, хвоста, то есть он был помещен в клинику на стационар, где проходил лечение, ну, и то есть если ушки, ну, они когда отмерзают, немножко отпадают, да, такие становятся, хвости, как бы тоже половинка осталась, то с лапами дела обстояли сложнее, то есть ставал вопрос об ампутации. Ну, сами понимаете, да, четыре лапы под ампутацию, то есть, ну, 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 понимаете, просто здесь уже врач думал в первую очередь о том, чтобы в принципе же остался, ну, передвигаться на таких вот бесконечностей-то тоже, конечно, невозможно. А им не могли хозяина в итоге? В итоге нашли, но мы лапы в итоге и лапы спасли, просто на это потребовалось дольше времени, то есть мы не стали применять таких кардинальных мер, как усыпление, когда обычно бывает, предлагают, кстати, да. Лапки спасли, там просто пришлось ампутировать части пальчиков, и впоследствии, да, котик нашел хозяев, сейчас живет хорошо, в тепле, в радости, сытый и довольный. А можете нам рассказать, как правильно вот обращаться с кошкой, как ее брать, можно ли вот так вот за шкирку ее брать? Ну, вообще, маленьких котят кошка носит непосредственно, да, вот в этой части, там за холком, это холком называется, ну, вот как бы считается, что маленьких котят как бы так переносить можно, со взрослыми животными, ну, вы можете, конечно, попробовать его поднять, если кошке или коту это не понравится, я думаю, что он даст об этом знать, сможет укусить, поцарапать, то есть должны понимать. Главное, за хвост нельзя таскать, то есть там, я не знаю, вот так вот за лапу, ну, когда это у маленьких, против шерсти гладить тоже нежелательно, потому что кошкам это не нравится, и на все, что им не нравится, они... Шипят? Ну, не то, что проявляют агрессию, но они это показывают вот непосредственно, то есть они могут укусить, они могут поцарапать, то есть вот когда берется питомец в семью, где есть маленький ребенок, то есть вот вы, дети не маленькие уже, да, то есть вы понимаете, что этого нельзя делать, а вот когда ребеночек год, два, три, четыре, то есть он еще не осознает, что это такое, это должен донести до него родитель. И не все родители доносят это до своих детей, то есть может быть такое, что вот, да, кстати, это одна тоже плюс из причин, когда могут оказаться на улице, то есть маленький ребенок подошел, схватил котенка, кошку, как-то за хвост, или еще кошке это не понравилось, она повернулась и поцарапала его. Все, тут же родителям это не нравится, а ей наше чадо поцарапали, открываем дверь, идите, пожалуйста, гуляйте. Ну, хорошо, вообще я считаю, что повезло, что кошки с нами до сих пор, потому что вот у нас умный мальчик есть, расскажи историю кошек. Кошки считаются, вообще кошки считаются одними из самых древних животных на земле, и разумеется, их так и любили, так и ненавидели. Например, в древнем Египте кошки были священными животными, и люди, которые убивали или калечили кошек, очень жестоко карались. А вот во времена чумы кошек попросту убивали, считали то, что они разносят болезни, хотя болезни разносят крысы, и если бы кошек не убивали, возможно, жертв было бы меньше. Но сейчас, слава богу, кошки одни из самых популярных животных в мире, и я лично радуюсь за то, что они живут в нашем прекрасном мире. Но, к сожалению, есть и те животные, которые не дожили до наших дней, то есть полностью их вид умер, и люди, чтобы их не забыть... Заносили в черную книгу? Именно. Об этом и наша следующая рубрика. Смотрим. Ты когда-нибудь видели сумчатого волка или китайского речного дельфина? Я уверена, что нет, ведь эти животные давно уже не обитают на земле. Сейчас они занесены в черную книгу. Дронт или по-другому птица Додо жил на острове Маврики. Впервые его увидели в 1598 году, но уже через 65 лет все птицы вымерли, потому что не умели летать и легко шли на контакт. Это было на руку голодным морякам и браконьерам. Если бы не человек, то эта птица все еще бы ходила по земле. Малый кроличий пандикут когда-то обитал в знойных пустынях Австралии, а сейчас занесен в черную книгу. Ученые считают, что причиной гибели являются везенные на континент лисы и кошки. Первая встреча человека и восточной пумы была в 16 веке. Кошки представляли огромнейшую опасность для колонистов и поэтому зверей отстреливали. А еще люди вырубали леса, что значительно сокращало популяцию этих животных. Последняя восточная пума была поймана в американском штате Мэн в 1938 году, но вид признали вымершим только в 2018. Кенгуру Грея обитали на юге и на юго-востоке Австралии. Главной причиной их вымирания является браконьерство, а также нападение на них хищных животных. Последний кенгуру Грея, обитавший на Воле, был убит в 1924 году. А через 13 лет последняя особь этого вида погибла в национальном парке. Странствующие голуби пережили климатические изменения и вымирание мамонтов. Они были эндемиками Северной Америки. Ученые думают, что количество этих птиц исчислялось миллиардами, пока не началась колонизация североамериканских земель. Первопоселенцы, распробовав нежное мясо, начали массово их истреблять. А в 1914 году умерла последняя голубка Марта в зоопарке города Цинциннати. Известно, что ученые собираются восстановить вымерших животных по ДНК в их останках. А что, очень хорошая идея. И мы продолжаем наш эфир «Отдыхай» и самое время почитать ваши комментарии, которые вы нам писали в чате. Весь эфир. Давай. София Яковлева пишет. К сожалению, у меня аллергия на шерсть. И у меня поэтому нет домашних животных. Это на самом деле печально. Я всегда не завидовала людям, у которых есть аллергия. Хорошо, что у меня ее нет. И я могу свободно всех животных к себе домой брать. Но вообще сейчас медицина-то развита. И, возможно, даже есть какие-то таблетки или напитки, которые могут взять и... Вылечить. Нет, просто на время... Замедлить. Да, замедлить этот эффект. Но все равно, пушка на несколько времени. Так, ого, животные – это хорошо. Ваше мнение. Мне всех верят, что они дерут обои. И много минусов у них. Ваше мнение. Данил Сергеев, вы, я так понимаю, солидарны с этим молодым человеком. Но я считаю, что если животное правильно воспитать, то все можно и без обоев пострадать. Без обоев. Также Данил пишет. Кого бы завели домой, кроме кошки, собаки и самых банальных животных? Я не знаю. Я всегда хотела собаку, так что все равно собака. А ты? Ну, знаешь, многие люди коллекционируют животных. Ну, например, скорпионов, пауков. Я, конечно, не думаю, что завел бы это, но многие люди, наверное, хотели бы коллекционировать. Кстати, у нашего учителя по 3D-моделированию есть скорпионы дома. Смелый человек. Дальше. У меня есть собака Динга, я ее очень люблю. Прикольно. Дальше. Так, я бы хотела завести енота или коалу. Ну, я думаю, еноты и коалы, это, конечно, прикольно. Но вот, как я говорила в начале эфира, у моего друга есть енот. И за ними надо очень хорошо ухаживать. И там корм, ну, не такой обычный. Его нельзя просто так взять и купить в магазине. Ну, вообще, еноты, я не думаю, что можно к себе домой приютить, ведь они живут только в Австралии. И сейчас их популяция не расширяется, а наоборот, убавляется. Еноты? Нет, коалы. Вот недавно в Австралии случился пожар, где умерли тысячи коал. Ну, не будем о грустном, не будем. А у меня однажды был ученик на уроке, он рассказал нам, что у него домашнее животное обезьяна. Урок дальше прошел весело, всем хотелось узнать только про обезьяну. Лидия Пименова. Ну, мы поняли твой намек, Лидия. Ну, все мы потомки обезьянов, скорее всего. Ну, это только по теории Дарвина. Может быть, что-то еще. Так, какое необычное, замечательное имя для кошки счастье. Прикольно, я согласна. Ну, вообще... Я предлагаю тебе, мой друг, перейти к розыгрышу, который все вы давным-давно ждете. Давай, быстрее разыгрывай, разыгрывай, разыгрывай. Не терпится узнать, кто победил. Надеюсь, что... Так, переворачивай. Барабанная дробь сейчас. Переверни, поверни, поверни. Ты что? Ссылка на розыгрыш. Так, у нас, все честно, мы тут просто ссылку копируем, потому что, ну, надо. Ну, а пока подписывайтесь на мой инстаграм, 3осипов3а. Как говорила моя прабабушка, сам себя не пропиаришь, никто не пропиарит. Давай, помогу тебе, друг. Так. Мария, предлагаем вам, как вы знаете, рассказывай нашу традицию с рупором. Ну, в общем, традиция с рупором. Практически на каждой программе отдыхает нового сезона. Человек, ну, гость, в этом случае Мария. Мария, входите к нам, сейчас вы будете вещать в рупор. Так, пока ты тут сделай с репостом, а я с Марией. Итак, пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Раз, раз. Сейчас включим. Раз, раз. О, господи. Обещайте. Обещайте. Ответственно относитесь к своим домашним питомцам, и тогда их будет меньше на улицах нашего города. Я считаю, это прекрасно. Очень правильные слова. Результаты розыгрыша вы можете посмотреть в ВКонтакте. Мы связываемся с победителями. Это была программа «Аддыхайп». Смотрите нас. Подожди, подожди. Что? Розыгрыш еще не проведен. Я думаю, лучше все же не таить до группы ВКонтакте, а прямо сейчас выполнить розыгрыш. Мы выложим скриншоты. Скажем так. Нажимай. И победителям. О, как, о, как, о, как. Ошибка. Выбрать. Угу. Так, у нас тут какие-то технические неполадки. Что ж. Друзья, что я могу сказать? Смотрите нас в ВИСе в следующем понедельнике в 4.05 на НТРК Чувасию. Пока-пока. Результаты розыгрыша мы объявим в нашей группе ВКонтакте детский медиа-центр Куча Мала. Это была программа «Аддыхайп». Пока-пока. 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 Пока-пока.